Всем здравствуйте! Снять этот ролик вынудили меня комментарии, которые оставляет пользователь под видео на ютубе, посвященном голоданию, а также сообщения, которые мне приходят или на почту, или в большинстве случаев в социальных сетях. Что хочу сказать, что голодание это очень хорошая штука, которая может принести человеку, если правильно все сделать, большую пользу. Если вы голодаете или кто-то там абстрактно голодает 3 дня и допускает какие-то ошибки, то в принципе ничего страшного нет. Но если человек планирует голодать от 5, тем более от 10 и более дней, он должен подойти к этому вопросу очень серьезно, потому что каждая ошибка на таких длительных голоданиях может принести большой вред. И о пользе может вообще не идти речь. Все сообщения, которые я получаю на почту или в социальных сетях, я разделяю на 3 категории. Первая категория я называю идеальной. Она как бы так выглядит. Пишет мне кто-то и говорит, что я хочу поголодать, например, 10-15 дней. У меня опыта нет, знаний нет. Помогите, пожалуйста. А дальше как бы события развиваются в двух направлениях. Первое направление. Я даю какой-то список литературе. Человек изучает. Если у него есть вопросы, назначается консультация. Там часовая. Этого достаточно. Он задает вопросы, получает ответы и сам голодает. Вариант второй. Я сопровождаю человека в голоде. То есть, помогаю ему при входе в голод, при самом голодании и при выходе из голода. Я всегда рядом на связи. То есть, если возникают вопросы, я даю ответ, даю консультацию, помощь. Второй вариант. Когда люди уже начали голодать обычно, у них какие-то возникают вопросы. Они задают эти вопросы. У них могут быть даже какие-то там непонятности, небольшие проблемы. И мне приходится как-то по ходу дела, если можно, что-то там помогать, исправлять и так дальше. И третий вариант. Это вообще как бы тихий ужас. Когда люди в большинстве случаев ничего не читая, ничего не изучая. Просто где-то что-то услышал, начинает голодать. И начинается. Голодает даже не так. Ходит неправильно. Голодает неправильно. При выходе там через 15 дней голода на третий день начинает есть то, чего нельзя есть даже через 10 дней. У них проблемы и так далее и тому подобное. Поэтому я снимаю это видео. Очень большая просьба. Если вы хотите проголодать от недели и более, никогда не прыгайте вот так вот в омут с головой. Не прочитав никакой книги, никакой литературы. Просто посмотрев одно-два видео поверхностных в ютубе, люди начинают голодать. Поэтому есть рекомендации. Мои рекомендации хотя бы три, наверное, я скажу. Первое. Внизу по данным видео будет ссылка на плейлист, посвященный голоданию. Моему опыту с 2013 года. Каждый год я снимал видео. В некоторых случаях снимал по несколько частей. Там ход, выход. Сам голод и так далее. То есть хотя бы зайдите туда. Там все подробно снято, рассказано. Посмотрите, изучите. И тогда как бы примите какое-то решение. Потому что голод это очень серьезно. Особенно сам голод и выход из него. На голоде обязательно нужно чистить кишечник. Делать это нужно при помощи, извините, но нужно делать это при помощи клизмы. Без очищения кишечника ежедневного на длительных голоданиях. Эффективность голодания падает на 90%, остается 10-5% пользы. А больше возможно даже будет вреда. Это очень важно. Выход тоже постепенно, плавно. Ни на каких соках из магазина, тем более томатных с солью. Я вас прошу. Никаких бульонов, мясных тем более. И тому подобное. И даже если у вас нет блендера, извините. Если у вас нет даже соковыжималки, это тоже как-то можно решить. Но выходить на покупных соках это бред, 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 бред. Полный. Потому что, во-первых, это даже не соки. Вторая рекомендация. Если вы хотите сами разобраться в этом вопросе, читайте литературу. Я лично начинал изучать эту тему на основании книги Николая Королева. Голодание ради здоровья. Очень хорошая штука. Очень полезная, подробная. Если вы не прочитали, вооружили знаниями. Если есть какие-то вопросы, там еще что-то найдете. И третье. Если вы не уверены в своих знаниях. Если вы не уверены в своем опыте. Если у вас есть тем более какие-то заболевания. Обязательно несколько раз подумайте, прежде чем начинать голодать. Потому что все ошибки при таком вот сценарии, когда есть еще какое-то заболевание и нет опыта. И вы еще допустите какие-то ошибки. Серьезные. Без даже изучения вопроса могут быть чреваты негативными последствиями. Поэтому очень прошу вас, очень прошу. Не рискуйте. Не гробьте свое здоровье. Пожалуйста. Вы сначала изучите, почитайте. В конце концов проконсультируйтесь. А потом уже начинайте использовать голодание. Потому что начитался, насмотрелся, получал сообщений таких ужасных. Это просто, просто. И в основном, в 90% случаев, люди просто услышали где-то, увидели и начали голодать. Неправильно вошли в голод, неправильно проголодали. И в конце концов еще забили последний гвоздь. Неправильно вышли из голода. Как результат у них негативный результат. Поэтому вот такие у меня рекомендации. Не спешите и думайте. На сегодня это все. Спасибо, что смотрели. Увидимся. Пока.